И он так же про алтарь. А тут еще, знаешь, парень ко мне привязался один. Вот каждый день. Каждый день. А я до этого с него... Я в алтаре служил, и он пришел в алтарь. Он как и работник при храме там, и как в алтаре. Ну, ничего не знаю. И вот он мне пишет, я ему отвечаю, пишет, отвечаю. Но я с ним разговаривал точно так, как во свете Библии. И он, можно я тебе вечером позвоню? Ну, позвоню. Позвоню-то, я с ним долго разговариваю. Разговариваю, разговариваю. Я говорю, давай по интернету будем разговаривать, там, в интернете общаться, там. У тебя же есть ноутбук? Он говорит, у брата есть. Я говорю, ну, заходи, давай вот. Он говорит, я не могу. Почему? А он говорит, а меня сразу тянет, не на те сайты. Я говорю, как? Ну, вот так понимаю, что все. Ну, странно. Как-то. Но я с ним опять думаю, ну, ладно, не буду тему трогать. Разговаривал, разговаривал. И тут все-все шло. Я хотел ему даже как-то книгу подарить. У меня две книжки. Это к истинному православию. Еще одна есть. Я хотел, думаю, вот хороший человек попадется, обязательно подарю. Просто так никому дарить не буду. Я чувствую, он как бы вот прислушался все-все. И потом, когда мы дошли до крещения, я говорю, ну, ты как крестился? Я говорю, да, я моченый. А вот вот ты вот говоришь, вот там, то все. Я говорю, да, правильно, так оно и есть. Он почитает. Он почитал апостольские правила, все. И в конце он мне пишет, я утром просыпаюсь рано. И уже раз смска приходит. Я понял, ты хочешь куда-то заманить и что-то со мной сделать. Меня как это ужасно было. Представляешь? Правда, когда мы доверяемся человеку, мы даем ему в руки нож. Он либо защищает нас, либо может убить этим ножом. А я настолько доверительный, настолько ему все это. И я сидел, подбирал вопросы, массу литературы прочитал, чтобы рассказать ему. Я ему рассказывал, потому что, я говорю, ты иди, я говорю, давайте я буду помогать. А я раньше, это же, здесь у нас в станице, в церкви, я преподавал Слово Божие. Но есть некий опыт, записи вот остались. Я говорю, давайте я буду показывать, рассказывать все. А ты будешь ребятишкам разговаривать, показывать ребятишкам там. И настроил все, что он так вот пойдет, а он так ба-бах. Знаешь, вот я, я просто не ожидал. Это, знаешь, как это удар с подтяжка, вот под дых. Ну, молюсь теперь за него, чтобы Господь разумил его. У меня нет для него никакой обиды, конечно, а просто вот, я понимаю, что от меня-то ему была дана возможность, чтобы Бог как-то надоумил меня, чтобы я ему давал что-то, что он читал, он начал интересоваться. Чтение Библии, это заинтересовало его. А теперь, где он был? Он сам отверг это. Он сам взял и отверг это все. Я думаю, это, это вот очень серьезная штука, вот такая, это что-то, какое-то, знаешь, вот в организме определенное количество органов. Это вот люди, когда не понимают вот это вот, не понимают пользы от чтения и писания, вот какой-то орган в душе отсутствует, просто ампутирован он, знаешь, что-то ампутировано в душе. И вот, как бы, вот неполноценность такая духовная, и что невозможно этот орган туда, его не трансплантировать никак, его нельзя ни вживить, ни приживить никак. Это, то есть, дается при рождении, наверное, или только с Божьей милостью как-то это дается. Вот, почему, почему не вмещает, не вмещается. Вот, даже по крещению, я вот недавно тоже с человеком разговаривал, вчера разговаривал с одним, вот, он, а он крестили его в 90-м году, крестили полным погружением. Ну, и он тоже, да, так, за полное погружение и все. И вот мы с ним такой вопрос поняли, ну, оно же не помешает, допустим, ну, даже если ты был мочен, ну, пойди, три раза погрузись, оно же не помешает, правильно? Нет, конечно. Ну, так же помешает, ну, почему ты выступаешь против этого? А вдруг это повредит тебе, если ты не примешь тревоградное погружение? Ну, человек вооружается против этого и выступает, и с войной выступает. Да, посмотри, какая война-то еще, ой-ой-ой. А против чего? Пойди ты погрузись с радостью, и все. Ну, вот, я же, тоже, когда начинаются вот эти разговоры, да, все там, ну, про меня там, то есть, и все, и потом, ну, там, нападки на Христа, я говорю, ну, что в Иисусе Христе вы видите плохого, скажите мне. Вот хоть один пример приведите, что вы видите плохого. Потом у них тут разумие, да, там, но они путают даже, они не знают, что путают, путают заповеди блаженства и заповеди Божьи. Десять заповедей Божьих и девять заповедей блаженства их путают. Думаю, что автор это, что это тоже к Новому Завету все относится. Я говорю, да нет, это же, они же кто-то, как бы, отметают Ветхий Завет, это Талмуд, это еврейский народ и все там. Я говорю, да никогда не проклиняйте евреев. А потом, когда начинаешь говорить вот это, вот это, вот это, ну, к общему знаменателю опять же приходит так, что в завершение делают все равно все по-своему, все равно ты не прав. Вот не называв ничего категоричного, ничего плохого, ничего абсолютно. Аргументы какие, посмотри, что евреи сделали с нашей страной. Какие евреи? Евреи-то разные бывают евреи. Есть Ветхозаветные евреи, есть сейчас сколько сект еврейских вот этих. Именно эти секты, это и дотворят сатанисты именно конкретно. А евреи-то, они совершенно безобидные. Ветхозаветная вера у них была от этих евреев. Мы все взяли, всю нашу веру существует от них. Чего тут непонятно вот. Ты сегодня в интернете не видел там новые вышиванки на Украине? Вот вышиванка, да? Вот здесь две звезды Давида, сверху миноры. Вот посмотри, увидишь. И там вот эти богатые поодевались. Вот что это? Вот что это? Ну что, ну они все время, Украинка все время подстилалась под кого-то. И сейчас они выбрали вот именно хабадскую секту. Нет, я в голове-то что? А в голове ничего вообще, пустота. В голове одна вышиванка, вот украинская рубаха. А что там на ней? Там есть удорчик, веревочка есть, фрукничок есть. Мне, когда вот что-то вот люди толкают, да, пропагандируют это, я говорю, а что за этим стоит? Ну вот за Христом стоит то, что вы не можете ничего никогда проведнуть. Вы отказываетесь от вечной жизни сегодня, сами, добровольно. Потом, когда вы в жизни привыкли, что да, в жизни есть вариант, что подошел к концу какому-то и говоришь, ой, у меня есть вариант, ой, там меня простите, или еще что-то, или деньги заплачут. Там мне откупитесь. И там вариантов не будет. И там, вы поймите, Христос это не платочек для вытирания слез и соплей, когда вы подойдете к этому. Потому что путь-то туда и туда, все. Так, как учил Христос, так и в мире никогда никто не учил. Возьми вот любую сейчас даже традиционную из религии, назовем так, там возьмем мусульман, там возьмем буддистов, возьмем, ну любую, любую секту возьмем, или веру там. Вот, они, если сталкиваются с затруднительным для них вопросом, они всегда берут Христову, Христову мучение. Да. В случае, если просто подходит в тупик какой-то, то они выдергивают и из учения Христа, из Евангелия что-то, и применяют в себе это. И причем каждый из вер, вот возьмем мусульман, буддистов, да, они признают, они Христа вообще признают из своего. Вот, типа, Христос и этот самый Кришна, это одно и то же. Слышите, говорят, какое вот совпадение Кришна, Христос, даже по имени похоже. Даже близко нет. Кстати, вот этот кодекс коммунизма, там тоже все, как из Библии взято. Да, ну, построение коммунизма вообще относительно... Потому что люди не могут... Они не могут ничего нового придумать, потому что все сказано. Сказано им. Вот оно, вот. Вот, вроде бы как мало, да, десять заповедей. Десять. Но если каждый человек, каждый, жил бы по ним, то не было ни армии, ни милиции, ни наркоманов, ни воров. Ну, все куда-то потерялось бы сразу, представляешь? А они не выгодны. Почему? Ну, сатана так настраивает людей же. Люди-то бывают, знаешь, какие хорошие, милые. Вот я знаю. Они говорят, ну, что вот, если я такой там, что я в ад пойду? Я говорю, да нет, конечно, в ад вы не пойдете. У Бога предусмотрено все. Все равно куда-то определены. Но не в ад, конечно. Я говорю, сам не знаю. Я сам-то, говорю, живу-то в надежде. Вы думаете, я уже вот тут стою и все. Уже со мной решено. Ничего со мной не решено. Мы все веруем в надежде на спасение. А про вас-то, конечно, я не знаю. Но то, что у вас пустота, вы в этом признавались. Ну, если разобраться с понятием, что такое ад, я считаю адом, правильно, у Господа много мест различных. Да, да. Я считаю адом, где нет любви Божьей. Любое состояние без любви – это ад. Даже если ты не будешь мучен, ты будешь сидеть в покое какой-то, носки там спицами вязать в вечности, но без любви это будет адом, как бы там ни было. Да, любовь отсекает все. И это не общение, ничего, ничего, ничего. Хотя, вот даже если рассуждаю, да, вот эти, которые убийцы там, то есть все вот попадают, которые-то на большие срока, они говорят, нет, лучше бы меня тогда, лучше меня бы расстреляли. Наверное, бы и человек там, который, как ты говоришь, в таком окружении находится, в пустоте в этой, он, наверное, тоже себе… Конечно, конечно. А это, знаешь, это у Кураева есть такое, ну, относительное такое сравнение, даже если без мучений, вот представь тебе, даже при жизни заковать в скафанго, в космический, и просто выкинуть в этот, в космос, и ты будешь летать, вот сто лет там будешь летать, представляешь? Все видеть, все, да. Да, да, в пустоте вот в этой ты будешь находиться сто лет. Да, через неделю с ума сойдешь. Да. У тебя ума лишишься, тебя рассудок, да он не выдержит. Мы, люди не могут понять, что мы единый целый организм. Самое противное, это вот рождение гордыни в человеке, она все отобметает, все порождает. Она как вот ось зла. Да, раз и все, вот, даже вот вопрос, который можно решить там, и он положительно решится, но человек вот встал, вот стоит в этой позиции, да, и он чувствует, что он не прав, а вот он не может перешагнуть через свое имя, он говорит, ну, неправильное все. И не переубедишься, ничего не сделает. Топтание в пустоте. Тяжело человеку понять, что он смертный, и об этом думать не хотят. Человеку кажется, что он, ну, даже начинаешь, ну, представь, ты вот прожил 50 лет, да, ну, осталось максимум тебе 30 лет там пожить, ну, да, только они 50 эти пролетели. Да, а 30, что тут осталось 30 лет каких-то. Да нет, человек, а человек себе утешает, да нет, поживу еще, поживу. Я многим тебя в пример привожу. Я говорю, посмотрите, вот, он за вас за всех старается, за вас отдувается. Я говорю, а что же вам трудно, вот, если человек, вот, он пишет икону, он молится за всех. Говорю, это, знаете, вот, монах только в мирском облачении. А есть, говорю, монахи, вроде облачение мирское, а сами миряне. Вот, во-первых, у атеистов никогда слово Бог с уст не сходит, оно постоянно их на устах. Во-вторых, они задают столько много вопросов интересных там, то есть все, да. А вот, которые православные, верю, верю, и все. Ну, в храм хожу, свечки ставлю, вот, крещусь, валюсь там. Но там, задашу еще вопросы какие-то. Я же тебе говорил, тут я опрос проводил. Какой опрос? Ну, по Священному Писанию. 100 человек я опрашивал. А, ну да. Четыре человека только начинаешь и постоянно. Девять так и четыре постоянно. Страха нету. Ну, я знаешь, каким критерием вот ставлю? Я вот с чего, допустим, начинаю беседу с такими, у кого Бог в душе. Я вот беру первую заповедь о любви к Богу. Допустим, я начинаю объяснять. Вот, смотри, я говорю, помнишь вот свою, допустим, первую любовь, когда ты впервые влюбился, да, с человеком? Если парень, то в девушку, если девушка, то в парню. И ты готов был, ну все, лететь на крыльях к этому человеку, отдавать все, все, что имеешь, самое ценное. Жертвовать всем, да. Я говорю, вот мы должны любовь вот такую Богу обрести. Вот. Если мы не будем иметь такой любви, то вообще наша вера тщетна. Наша вера, она ничего не значит. Вот. У нас слово Бог, вот когда девушка говорит о своем, там, любимом, да, его имя, у нее сус не сходит. Вот. Так же у нас не должно имя Господне, сус сходить. Оно должно как мед быть в нашем, на языке у нас. Вот. А если человек легко править, если он не говорит, там, спаси Господь, там, или с Богом, там, вот такие слова не произносят, или там, мой Бог, там, мой Господь, или с Богом я. Вот он совершенно неверующий человек. Я вот, допустим, пять минут общаюсь, если я вижу человека, ни разу не сказал о Боге, ничего не сказал. Все. Веры в нем, любви в нем нет никакой абсолютно. А надо первоначально. Вот. Если ты не исполняешь первые заповеди любви к Богу, то у тебя и все остальные девять, ты не сможешь вообще практически их исполнить. Если ты не любишь к Богу, то ты не можешь ближнего полюбить никак. Ну, потому что никак невозможно. Любви к Тижнему только от любви к Богу. Это. Машина на ремонте была, и я как-то еду. Еду по Северному, там, на автобусе. И там храм Георгия Победоносца. Ну, и я знаю же. И подъезжаю. Еще только еще до храма. Я стою и перекрестился. И я не обращал, не крутил голову по сторонам. Мне это не важно, понимаешь? Я даже об этом не задумывался. А тут, я стоял так, ближе к задней площадке. И тут там дедок один ко мне подходит. Ты что, как фарисей, который на каждом углу. А я даже, я даже обнимаю. У меня автоматически это всегда, понимаешь? Я говорю, а вы о чем? Сначала-то я не понял. Он говорит, ну вот ты хочешь своему примеру, автобусу пример показать? Я говорю, да вы что? Я говорю, простите, если я вас мутил. Но я говорю, даже это. И он вот на меня развивает это все. Мне хоть не жизнь с этого автобуса. Вот как. Я говорю, да что вы взяли-то? Я говорю, да... У меня жизнь... Это жизнь моя. Я... Вот внуки бегут ко мне. Я его благословил. К племяннику в институт поехал. Он тут учится мне. Надо было деньги передать. Он высокий под два метра. А он знает, что... Я такой сейчас... А все студенты здесь стоят, да? Он идет. И он смотрю ко мне идет. И он такой сразу видно, что он... Сатанат его скручивает. Скручивает его. Он же подходит ко мне, а я-то его благословляю же. А все эти стоят, смотрят. Наклонись, когда я тебя поцелую. И он-то сначала-то... О, вижу, мы в таком бы этом. А потом-то он что говорит? А потом-то говорит, пацаны позавидовали ему. Он-то сконфузился, а было-то по-другому. Что у тебя вот такой-то есть дядька, он тебя благословляет. Через зависть. Да, оно и так ведь есть Господне. Кто постесняется перед людьми меня, говорит, Господь, того я постесняюсь перед отцом моим. Разговоры тебе вот о вечничестве, что вот это мирская сута, что это пустота, все-все-все. А не потом эти разговоры всплыли-то. Всплыли-то уже, сколько времени-то прошло. Но они вложены тогда были. А... И привело-то... Не страх Богу-то, не страх привел сначала. Перед чем-то. А вот... Поиск себя. Кто я такой? Зачем я здесь вообще? А потом, да, и несчастья случились. И все. И... А потом, когда вот... Когда уже на грани был жизни и смерти, так и... Слух... Кричал молитвы. Плакал, кричал, молился слезно. Понимал, что все, все, все закончено, а я ничего не сделал в этой жизни. А самое главное, не сделал того, что надо было сделать быть. И... Вот Господь-то услышал, услышал. Я надеюсь, что услышал. Просто надеюсь, что услышал. Потому что... И вот... Я стал, ты знаешь как... Я стал другим, как... Как вот... Сава ушел, упал и встал. И я так же. Вот я сел. Вот Игорь Тихович рассказывает уже. А я же тоже... Я наутро стал другим человеком. Но только я об этом не рассказываю никому. Но я... Я все в другое стал. Я не знаю. Мне это... Знаешь как, у меня это не резко происходило. У меня постепенно, как бы... Такого... Такого не было, вот, как бы... У меня было озарение встречи какая-то с Крестом. Когда я... Ну, у меня начиналось все... Я не знаю, может, рассказывал ко мне... Свидетель Леевова приходил. Я не рассказывал. Рассказывал. И он... У меня сосед... Сосед был свидетель Леевова. А он у себя там в этой... В секте... Он какой-то или пресвитер был там. Я не знаю, кем он... Как у них по чинам-то обозначил старший какой-то. И он ведь решил меня это... Приобщить. Приобщить, да. К своему там обществу. И все. И приходит. А у меня висит икона Спасителя на стене. А он первым делом садится. Значит, у него Библия с собой в этой... Такой... Кожа на телеприватке. С этой смолнией. Он расстегивает, раскрывает. А-а-а... И между делом так спрашивает. А сам на икону погляд. А ты, говорит, знаешь, кто такой Христос? Я говорю, ну, знаю, конечно. Сын Божий. Он говорит, вот, правильно. Сын Божий. А в православии его Богом называют. Понимаешь, и мы с ним... У нас несколько вечеров с ним прошло. Начали мы Библию изучать. Он мне начал рассказывать, кто такой Легов. Сколько раз в Библии говорится, ну, имя Бога всплывает. А в православии сейчас его истерли. Это имя как бы. В Библиях даже во многих его не печатают. И это слово. Вот. И как бы с ним, знаешь, о Ветхом Завете. Ну, и вот. А я не знаю, что потом произошло. Он потом перестал ко мне ходить. А у меня такой вопрос. Встал ребром вообще. Так, что это такое? Что это? Христа в православии. Значит, Христос, Бог. Он говорит, что в Библии написано Сын Божий. И все. А тогда у меня компьютер уже был. Я уже лежал. Второй год лежал. Вот. А, ну, я знал Бога. Ну, для меня был Бог Отец, как бы, знаешь, вот, Господь. Вот, ну, Господь всемогущий Создатель там. Вот. А крести-то я особо, у меня знаний таких не было. И я давай, я говорю, а у меня сканер был, все. Я говорю, давай эту Библию, Матушка, сканируйте, я буду читать. И все. А с одной целью только, чтобы найти Христа в Библии. Я даже и не знал. У меня, у меня никто, мне ничего не рассказывал. Вот. И знаний у меня практически не было таких. И я давай, начиная с первой страницы, первой страницы из Крапоката. Но заветно добрался. И все. Я уже тогда добрался. И все. Я уже счастливый. Вот он, Христос. Понимаешь, вот у меня вот тогда, тогда озарило это. На меня вот это сошло. Вот это вот. Понимаешь, я еще до конца не осознавал. Конечно же, нужно толкование ко всему. Кто-то должен был растолковать, что к чему. А это толкование откуда у меня? Я стал засыпать. То есть я прочитаю вот сегодня что-то новое из Евангелия и ложусь спать. И часа в два, в три ночи я посыпался просто, знаешь, засыпался вопросом с каким-то. У меня был вопрос, возникал. Так, а почему ты, почему ты так, а это так? Эту ночь меня будил, что-то будило с этим ответом. И вот я получал, понимаешь, я получал этот ответ на мои вопросы. И когда уже в дальнейшем я стал уже смотреть там у Осипа, Смирнова, там в интернете всяких проповедников смотреть. И я понимал, что уже все, а ответы у меня уже были даны. То есть меня сам Господь посвятил, понимаешь как. То есть дал мне ответы на все вопросы. Ко мне-то и атеист один пришел и спрашивает у меня, да вот тебе это, папы голову забили там. А я говорю, ты знаешь, а я с папами и не общался, и не садил по помощи, пока у меня и разговоров с папами не было. Ну, ты как экзуперит маленькими шагами сам потихонечку. Да, ну вот, потому что не было. У меня не было и интернета тогда не было, и, кажется, люди рядом не было, кто бы объяснил. А он сам Господь, вечно, разумляет. Да. Главное сердце открыть, пустить его в сердце. А просто как пустить? Интерес появился, а кто же такой Христос? Кто такой Христос? Я просто дверь открыл и сказал, заходи, Христос, расскажи, кто ты такой. И он сам, он сам, может быть, ангел через него, от него был послан. И он мне во сне. И буквально вот около трех часов я просыпался. Я как будто кто-то будил. Я просыпался, и у меня шел ответ. Ну, не то что там словами, голос какой-то. Я, ну, просто мысли получил. Все стою у двери и стучу. Вдруг откликнется кто и откроет. Я спасенью его научу и своей благодатью покрою. Но не в доме та важная дверь, а у каждого доброго сердца. Люди пали, господствует зверь. Но без Бога им некуда деться. Все стою и стучу, и стучу. Не теряю своей я надежды. Вдруг найдется, и я получу человека, что в брачной одежде. А творят мне смирением дверь. И войду я, нося мир небесный. И грехи все прощу, ты мне верь. И уют я создам там чудесный. Почему не спешите открыть? Ведь живете, не зная покоя. Кто сумеет меня пригласить, кто мне дверь покаянием откроет. Я стучу в двери ваших сердец, обещанием милосердия. Заповедуй мне это, Отец. А от вас ожидаю усердия. Я стучу и стучу много лет. Но все меньше дверей открывают. И теперь их почти уже нет. Люди бесятся и унывают. Все стою у двери и стучу. Неужели никто не откроет? Как спасению вас научу? И кого благодатью покрою?